Всем привет, добро пожаловать на канал Плэйт Хоу, мы с вами продолжаем прохождение Бихолдер. Что касается заданий, у нас их сейчас два. Первое, это забытый преступник, надо следить за Вольфом, Хенкером и выяснить, что он скрывает. И второе, это дурное влияние, выяснить, не лежит ли Фредерико Файнбайн. Ну, значит, будем сейчас следить, только единственное, что я хочу, тогда сейчас посмотреть так же, что у нас по камерам. Ага, ну, есть куда поставить, единственное, что надо там сами камеры привести. Пока я вижу иностранца около киоска, давайте пулей тогда к нему сейчас ломанемся, закупимся. Две 700 в кармане есть, можно будет купить, хотел сказать, на все, но я думаю, это слишком будет дорого. Также дополнительно давайте возьмем еще средства для нашего хостблока. Ну и что касается покупок, блин, тут, по-моему, становится чуть побольше, да, разных новых вещиц. Ну, нам пока они не потребуются, давайте закупать камеры. Пятерочку точно, наверное, возьмем на тысячу, да? Давайте, наверное, даже шесть возьмем, как говорится, гулять-то гулять. Сейчас будем их размещать и смотреть. Нет, будем подсматривать за семь. О, кстати, смотрите, а у нас Хенкер вышел из квартиры, и Ким вышел из квартиры, Файнбайн. Следовательно, она, ну, она, естественно, у себя дома. Надо сразу туда проникнуть, надо туда проникнуть, надо посмотреть, как вообще это все будет реализовано. Как она лжет, точнее, о чем она лжет, или, может быть, она говорит правду. Надо это все будет выяснить. Но самое главное у нас это задание на время. Забытый преступник. Следить. Ну, давайте за ним следить. Потихонечку, аккуратненько. А, даже так? То есть он вообще не отходя, как говорится, от кассы. Сразу же здесь решил что-то сделать. В общем, какое-то подозрительное действие. Изъять предмет из тайника. А-а-а, он в кустах что-то заныкал. Ты смотри, блин, а, старый Рэмбо. Кстати, он реально на него похож. Без палево. Сейчас он отойдет. Ага, можно попробовать. Изучаем эти кустики. И... Да ладно, ствол здесь, ничего себе. Владение пистолетом запрещено, а не предназначено для защитников нашего государства. Забираем. Показать Буллхаузеру пистолет. Ну, а Буллхаузер сейчас вообще дома? Да, он дрыхнет, вижу. Давайте к нему быстренько-то сейчас сбегаем. У нас он живет в третьей квартире. Эть, извини, товарищ. Буллка, подъем. Фрэнк, как хорошо, что ты зашел. Буллка, смотри, это пистолет Хенкера. Я нашел его в кустах перед домом. Пистолет? Какой ужас. Фрэнк, ты должен сообщить об этом в полицию. Я уже пытался, и это ни к чему не привело. Это явно была какая-то бюрократическая ошибка. Но у меня есть подозрение, что эта ошибка была преднамеренной. И потом, он так и выглядит, как террорист. А уж пистолетом. Кто знает, чего от него ждать. Да, ты прав, Буллка. И на этот раз его точно опекут. На пистолете будут его отпечатки. Я об этом не подумал. Ты, черт подери, совершенно прав. Но что мне делать с этим пистолетом? Не домой же мне его к себе нести? И уж явно не Хенкеру возвращать. Лучше оставь его у меня, Фрэнк. Мало ли что. Так будет надежнее и безопаснее. Лучше перестраховаться. Спасибо, Буллыч. Держи пистолет. Береги его. Спасибо за доверие, Фрэнк. Я сделаю, что нужно. На этот раз этому сукину сыну... Этот сукин сын у нас в кармане. Ага. Так, выяснить... Ну, это, собственно, не то задание, значит, донести на Вольфа Хенкера. Ну, пойдемте там быстренько сейчас к нашему компуктеру. К нашей стукач-машине. Наверное, так и даже можно назвать. Сейчас будем делать донос. Но сперва давайте я еще быстренько гляну, что у нас тут есть по возможности каких-то там вариантов досье составить. Может, что-то я там подсмотрел, может, что-то я пропустил. Хотя за кадром без вас я не играю, поэтому, наверное, здесь ничего у нас нового-то и нету, да? А, ну это у нас улики, которые мы забрали тогда. Пока пропуск. Дальше то же самое. Ну и здесь. А, вот, смотрите, здесь подозрительно склоняется вокруг. Можно добавить. Ну, хотя какую-то копеечку мы с вами должны будем получить. Хотя, вроде как, смотрите, ничего мы с вами не получили. Абсолютный ноль. Странно. Обычно любой донос нам приносит денежки. Ну, а теперь... Точнее, любой досье. Ну, а теперь сам донос. Донос, донос. Ну и гражданина Хенкера. Так, скрытое... Скрытное поведение. Какая-то у нас директива. Директива, директива. А, вот, по-моему, написала картинка. То же самое, да? А, намеренно спланировано проведение и использование мер запугиваний для уклонения от внимания. Министерство запрещено. Видишь? Хорошо. Значит, 60-26. 60... Да, 60-26. Выбираем. Ну, теперь он не отвертится. Лицо находится под защитой министерства. В смысле, блин? А задание все равно выполнено. Вы посмотрите. Его прямо люто крышуют. Прямо люто крышуют. Поговорить с Хенкером и Булхаузером. Хм. Интересно. Девки пляшут прямо. Сейчас, ладно. Давайте быстренько здесь еще с хоусблоком разберемся. Что-то у них какие-то там штрафы. И какие-то пения нам тут не начисляли. За неправильное выполнение заданий. Сразу быстренько все почистим и сделаем. Но, слушайте, то, что там происходит в министерстве, это что-то прямо жесткое. Это прямо реально что-то очень жесткое. С кем пообщаемся? Наверное, сначала с Булхаузером, да? Он дома? Да, дома. Вон, вижу. Кулабу ротит по квартире. Эть. Что-то я мимо лестницы прошел. Друг, ты куда? Черт. Наверное, сейчас получится с ним поговорить. Ну, попробуем. Фрэнк, когда тебя снова видеть? А, работает. Я просто думал, любые диалоги будут происходить только в комнатах. На улице они такие. Ну, типа, лучше зайди ко мне в гости. Не, нормально. Я снова донес на Хенкера. Булки я донес на Ульфа Хенкера и за хранение оружия. Ну, вот ты молодец, Фрэнк, и не переживай. Ты просто выполнил свой гражданский долг. Но в том-то и дело, его так и не арестовали. Прикинь, мне это начало казаться странным. Ну, черт подери, как же так? Ведь наше великое министерство никогда не ошибается. Тут явно что-то нечисто. Тебе стоит остерегаться, Хенкера. Фрэнк, подмечай, с кем он контактирует. Особенно, если это люди из министерства. Ну, кроме нас с тобой. Угу. Так, ну с ним мы пообщались дальше. Он же живет напротив, да? Вот здесь. Сейчас мы посмотрим. Может быть, кстати, во-первых, что-то увидим? А, ты смотри, просто диалог с ним загорелся. Тук-тук. Какой, а? Подозрительный тип. Господин Хенкер, вы дома? А, Шварц, опять следишь, чтобы все были паиньками, да? Че, удивился? Что я не в кутузке? Хотя ты меня сдал, да? Я понял, что это твоих рук дело, когда арестовали Ульрику. Но мне было любопытно, как далеко ты зайдешь. Что ж, ну просто тебе не занимать. Но не смей больше очернять мое имя, Шварц. У меня есть очень влиятельные друзья. Так что лучше тебе сделать вид, что ты ничего не знаешь, и этого разговора не было. Иначе, мои друзья, придется задать тебе пару весьма неприятных вопросов. Но, блин, я же всего лишь завхоз. Не прикидывайся и не придуривайся. Ты тут гораздо больше, чем просто завхоз, Шварц. У тебя есть талант. Талант, который однажды может нам понадобиться. В конце концов, будущее поодиночке не построишь. А пока уйди с моих глаз. Он в курсе, мы в курсе. Походу, все в курсе, да? Ну ладно. Давайте, давайте будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Снять, снять трубку. Франк, Шварца. О, аппарат. Шварц, ну наконец-таки. Послушай, Шварц, насчет информации, которую ты прислал. Вы имеете в виду мой доклад по этому диссиденту Вольфу Хенкеру? Нет, я не об этом. Ну, раз уж ты сам упомянул, Шварц. Что, блин, за самодеятельность, а? В каком смысле? Я тебе говорил следить за Хенкером. Не совсем, но вы говорили со всеми знакомиться и проверить всех жилья. Довольно, Шварц. Оставь мужчину в покое. За ним уже приглядывают другие. Тебе ясно? Да, я понял. Я не знал этого. Ладно, я звоню по поводу Доситова, бывшего коллеги, Шварц. Об этом, Буллхаузере. Того, что ты прислал. Недостаточно. В каком смысле недостаточно? Я сделал все, что смог. Обыскал квартиру, установил камеру. Снова твои отговорочки, Шварц. Мне нужно что-то совсем... Что-то весомое, чтобы прихлопнуть Буллхаузера. Тебе ясно? Прихлопнуть? Вальтер, в смысле, Буллхаузер, законопослушный гражданин. Я же вам сразу об этом сказал. Глупости, Шварц. У всех есть скелеты в шкафу. Если ничего не найдешь... Включи воображение. Чем вам помешал, Вальтер? Он же порядочный человек. Ты не понимаешь, Шварц. На кону твоя карьера и будущее твоей семьи. Подумай о жене, дочери, сыне. Будет ужасно, если с одним из них что-нибудь случится. Вы что, угрожаете мне и моей семье? Я никому не угрожаю. Я просто указываю на возможности риска нашего сотрудничества. Вот и все. Сделаешь хорошо, будет тебе хорошо. Сделаешь плохо, будет тебе не очень. Откажешься, будет плохо и тебе, и твоей семье. Я понимаю. Уж надеюсь, Шварц, ради тебя и твоей семьи. Но что, если я не найду улик? Твоя задача не найти улики против Буллхаузера, сообщить о чем-либо, достаточном для ареста. Тебе все ясно? Думаю, да. Тогда приступай. Дело не терпит отлагательства. Короче, понятно. Надо будет, походу, ему что-то подкинуть, да? Хотя у нас с вами есть пакетик. Как вариант, можно его туда закинуть. Фрэнк может брать предметы из чужих квартир, обыскивать предметы мебели, чтобы найти возможные предметы для кражи, и предметы, которые содержат информацию или являются незаконными, помечены. Нажимайте на маленький значок, чтобы сохранить информацию. Блин, если честно, я так не хочу против Буллхаузера что-то мутить. Вот прям вообще, да вы даже не представляете. Но, походу, игра нам не оставляет никаких вариантов и возможностей в этом плане. Хм. Здесь, смотрите, дети вроде как все выходят. А может быть, мы сейчас заскочим в эту квартирку? Заодно там разместим информацию какую-нибудь дополнительную. Сейчас мы посмотрим. А там никого и нету. Тогда мы можем спокойненько ее открыть. Такой оглядывается всегда. Нет, кто-то там все-таки есть. И с другой стороны, походу, там кто-то идет. А, да ладно, даже вот так вот. А, ну тут и дочка, и мать, смотрите, все сразу рядом. Как-то неосторожно я тут сделал, на самом деле. Что вы делаете у нас в квартире? Уходите, или я маму позову. Извини, 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 малая. Косяк мой, да. Кстати, смотрите, у нас балерина ушла. А это значит, что мы можем смело и спокойно туда зайти. Давай открываем. Как раз-таки есть камеры. Сейчас надо будет также их разместить. Одну мы устанавливаем сюда, прямо в коридоре. Не идет сюда? Нет, она пошла, походу, к киоску. Побежали дальше. Здесь у нас камеры есть. Надо еще добавить вот сюда. Ну, наверное, имеет смысл туда быстренько под шумок провести обыск квартиры. Раз мы здесь находимся. Так, пусто. Классная игра, на самом деле. Затягивать. Прямо вот такие тут интриги. О, яблоки. Хранить и употреблять зеленых яблок. Хранение, точнее, употребление зеленых яблок под запретом. Вот дела. Слушайте, ну это странная директива. Будет, да? Это будет очень странно. О, письмо. Письмо Фредерике Ким. К ним она, точнее, в нем она подозревает, точнее, поздравляет ее с тем, что бросил наркотики и признается ей в любви. Ага. То есть у нас дочка... Ну, у нас дочка, да. Ну, вы поняли. Дальше очки. Здесь что есть по телекам? Угу. Пошли дальше. Так, тут юбка, ботинки. Это все ерунда, это все не то. Счет за электричество нам еще прилетел. Черт подеряю. Очень много счетов, походу, тут будет нам выставляться. О, шоколад. Тоже сфотографировали. У нас он под запретом. Камеры у нас установлены. Да, все готово. Давайте, наверное, сразу оплачу счета. Значит, у нас штраф за донос. Офигеть, мы сделали донос по просьбе, да, все как и полагается. Но в итоге, из-за того, что вы украшанули, нам еще и штраф прилетел. Ну, это трэш. Дальше счет за вывоз мусора. Дальше за электричество. Ну, все это мы оплатили. И вот это, да. Итого у нас 800 долларов осталось с копеечками. Лихо, лихо, да. Денежки вытекают только в путь. О, кстати, здесь, походу, все находятся. Может быть, мы тогда все-таки успеем зайти. Там есть мамаши нету. А, нет, она есть. Она есть, к сожалению, нам туда не зайти. Ну, хорошо, тогда эту квартиру мы оставим на потом. Можно также еще, наверное, попробовать заскочить вот сюда. А, нет, не сюда. Стоп, отбой. Мы поднимемся чуть повыше. Четверочку. Угу. Новая улика читает книгу. Прямо это, походу, здесь под запретом, да. Трешка у нас полностью в просвете. Так, а где у нас там инвентарь? Четыре камеры. Надо вот к товарищу, который все время ходит в халате, как-то к нему потихонечку начать внедряться. Подозрительный тип, который вечно, походу, смотрит телевизор. Ну, данные мы тоже собрали. Дальше, значит, найти компромат на Бульхаузера нашего, да. Он уехал. А, он только-только пришел. Ну, по идее, конечно, можно было успеть подкинуть ему туда пакетик. Сейчас навряд ли мне получится это сделать. Так что будем ждать, когда он уйдет. А пока можно будет сходить к супруге, к Сабине, да, и пообщаться с ней по поводу нашей дочуры. А, стоп, давайте, чтобы денежки у нас были, я сейчас, наоборот, информацию подкину в досье. Абсолютно всю. Досье, значит, на кого у нас там? Шварц в пропуске, это тоже в пропуске. Отправить. 150 долларов получили за то, что он смотрит телевизор. Здесь у нас ничегошеньки нету. Окуляры данные. Пусто. То же самое. Ага, ну, в принципе, все, да? Ну, естественно, никаких шантажов. Шантажей, точнее, и доносов делать мы не станем. Что ты хотел, Фрэнк? Сабина, солнце, у меня хорошие новости. Файн Байн не давал каким-то наркотикам. Вот как странно. Разговор, за которым я заставил этих девочек, показался мне очень странным. Словно я помешал чему-то незаконному. Что ты меня так смотришь, Фрэнк? Ты что, ты не договариваешь? Ммм. Ладно, я, наверное, пока промолчу. Да, недорогая, все будет хорошо. У тебя опять странное выражение лица. Ты всегда так корочишь, когда что-то скрываешь. Я не доверяю. Что-то тут не чисто. У меня есть подозрение. И если оно оправдается, нам всем придется плохо. Позаботься о том, чтобы она съехала, Фрэнк. Только поспеши. А то кто-нибудь другой о ней донесет. И тогда полиция станет задавать нам неприятные вопросы. В конце концов, ты тут же управляющий. На тебе вся ответственность. Угу. Ну, не буду, да, пока супруге рассказывать о том, что, типа, дочка лесбиянка. Ну его нафиг. Потом, может быть, как-нибудь попробуем его подготовить. О! То, что нам нужно. Вы посмотрите. Он как раз-таки ушел с квартиры. Это у нас звездный шанс быстренько туда забежать и поставить камеры. Я так полагаю, он там все равно будет долго около помойки ошиваться. Да? Ну да, он всегда-всегда почему-то уходит именно к помойке. Нигде он больше, в принципе-то, и не обитает. Только мусор выходит выбрасывать. Ну, по сути, в квартире жрет и смотрит телек в нон-стопе. Такое, конечно. Ой, вы посмотрите, какой срач здесь. Бутылки, банки какие-то валяются. Ну, а мы сейчас по максимуму сделаем, чтобы можно было следить. Главное успеть. Может, даже какие-то еще сделаем тут обыски небольшие. Сначала стол осмотрим. О! Фото со служивцами. Угу. Данные есть. Дальше кухонку посмотрим. Здесь ничего такого важного нету. Побежали дальше. Надо быстро, надо быстро, Фрэнк, работать. Ты что? Нельзя тут засиживаться. Ага, бутылка вкусного пива. Так, а здесь что-то успокоительное. Слушай, нифига себе тут данных столько на него можно собрать будет. Офигеть. Еще там, да? Диван давай еще осмотрим. Угу, таблетки. Психотропные вещества. Думаю, походу с вами сделали полный обыск. Абсолютно полный обыск. Все его квартиры. Ага, снотворные. Странный тип. Пьет пиво, бухает, походу, тут сидит около телека и употребляет разные таблетосы. Такая себе тема, прям такая себе. Значит, булхаузер. Булхаузер у нас... А, слушайте, он спит. Мы теоретически-то можем успеть это сделать. Да? У нас же пакетик с вами есть. Сейчас час сорок пять. Сомневаюсь, что он проснется. Тихонечко откроем. Вот прямо максимально тихо. И ближайший ящик... Тихо, булхауз, тихо. Вот так вот. Блин. Но не успели. А, Фрэнк, это ты. Извини, мне сейчас не до гостей. Он даже не успел ничего запознать. Просто тайминг. Это просто идеальный тайминг. Ну что, получается, компромат мы с вами нашли. Надо только сделать звонок. А еще нам бы как-то попасть вот сюда. Но она там спит. Надо дождаться, когда она уйдет. Надо реально этого будет дождаться. Хотя пока... Пока. Можно... Можно, можно, можно... Сделать опять записи в... В досье. Тем более на одного товарища. У нас здесь их будет сейчас... Ой, как много. Прям дофигища, я даже сказал. Вот они. Все, отправляем. Сколько получим? 300 долларов? Ты серьезно? Что так мало-то? Что за ценообразование? За досье. Ну ладно. Так, значит, продавец у нас есть. Эти у нас гуляют. Можно спокойно следить. Теперь за всеми камеры расставлены. А сколько у нас этих камер сейчас в карманах осталось? Еще одна штука есть. Ну ладно. А, хотя что, ладно. Так. А, ну вот, в принципе, она выходит, да? Мне надо как-то получше-то сделать обыск квартиры. Сейчас попробовать, конечно, можно сделать донос. Так, донос у нас есть. Гражданинка Finebine. Что я могу предъявить? А, за зеленое яблоко, кстати. Смотрите, хранение и употребление зеленых яблок. Так же, да, у нас под запретом. Давайте, наверное, это мы поставим. Только осталось найти директиву нужную. Вот она. Так. Яблоки запрещены, да. 60-10. Отправляем ее. Форма принята. Плюс 500 долларов получили. Ждем, ждем полицию. Боюсь, наверное, Ким офигеет с этих тем. Что подругу ее увезли за зеленое яблоко. Ну, вон, ее сразу же происходит арест. К сожалению, не видим. Камера у нас маленькая. Но все равно, как бы, смысл ясен уже. Уехала, да. Дальше. Найти компромат Булхаузера. Но мы его успели подкинуть. Кстати, у нас здесь еще какая-то информация появилась. Вот, посмотрите, что есть. Есть газеты, наверное, или письма какие-нибудь, да? А, газеты. Протесты в районе Каменная Стена. В столице прошли протесты нон-конформистов. Заблудшие люди, неверные, слаковавшие щедрость нашего великого лидера, устроили несанкционированные акции протеста в районе Каменной Стена. Полиция немедленно вмешалась, зафиксировала личные данные и возбудила уголовные дела. Ситуация находится под контролем. Изращенцы разбунтовались. Преступники-изращенцы бродили по живописному району Каменной Стена в нашей великой столице, нападая на гражданских и полицию. Унять развратников удалось очень нескоро. Подобных эксцессов следовало ожидать. Надеемся, что наша страна скоро снова станет безопасным местом, защищенным от таких ненормальных тенденций. Кемностойкие протесты поддавлены. Молодежь собралась в районе Каменной Стена, чтобы выступить за свою свободу. Приспечники режима применили жесткую и несозмерную силу для подавления выступающих. Но недолго еще народ будет терпеть этот гнет. Придет свобода. Естественный ход вещей не остановить. Да, здравствует революция. А, ну и все, в принципе, все данные у нас... А, это всего три газеты было. Я понял, хорошо. Почитали, посмотрели, ознакомились. Такая здесь пресса, да? Ну что ж, что ж, ну что ж, мы с вами будем сейчас делать. Дождаться ареста. Ну, мы, в принципе, удождались и ее уже увезли. Но почему-то пока задание не засчитывается. Тогда мы с вами сделаем вот что. Ой, кстати, смотрите, она ушла. Ну, скорее всего, там дети еще остались, да? Да, по-любому. В садик они не ходят, поэтому не сможем, наверное, проникнуть в квартиру. Я бы добавил туда еще парочку камер. Прямо чувствую, что надо это сделать. Хотя на данный момент это самая тихая такая спокойная семья. Но мне нужен максимальный контроль. А, смотрите, еще один у нас ушел. А может, все-таки я успею? Сколько у нас там их осталось? А, у нас одна осталась, да? Ну, в идеале, конечно, ставить ее в самую дальнюю комнату. Об этом, кстати, многие из вас тоже написали. Согласен полностью. Потому что как раз-таки, если мы смотрим через там замочную скважину, мы видим две комнаты. То третью, к сожалению, у нас в таком максимальном тумане войны. То есть мы это абсолютно никак не можем наблюдать и олицезреть, что там происходит. Мы выбрасываем. А ты что плачешь, мелкий? А, ну это просто у нее символ загорелся. Ну, скорее всего, мамка сейчас вернется в квартиру, поэтому ничего мы не сделаем. Пошли общаться, пошли. А, кстати. Супруг у нас уехал. Ну, осталось ли куда? Наверное, сделать донос на Булхаузера. Донос, 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 донос. Булхаузер. Дальше. А, стоп. Черт. Я подкинул. Мне надо же, получается, еще их сфотографировать. То есть, якобы они находятся действительно у него. Он же не в квартире сейчас, он же уехал. Ну, походу, да. Проверим всякий случай. Вдруг он там на кухне возится. Не, нету никого. Давай, родной, открываем. Мы же сюда подбросили, да? О, вот теперь у нас есть все данные. Кстати, его пока еще здесь нету. Можно сделать какой-то дополнительный осмотр квартиры. Для составления досье. Может быть, что-то еще мы пропустили. Ну, или, соответственно, он, может быть, принес с работы. Или что-то еще. Тем более, в министерстве заработает. Мне здесь пусто. По-моему, то же самое смотрим. А, нет, не то же самое. Да, но здесь ничего, походу, нового нет. Ладно, уходим. Уходим отсюда. Главное, что пакетик мы с вами сфотографировали. У нас есть данные на него. А Сабина, кстати... А, вон, кстати, Булхаузер идет. Сабина у нас еще не пришла, да? Сработаем. Булхаузер, Булыч, блин, друг, реально, соряноч. Ну, вынуждают. Прям вынуждают здесь. И, кстати, ни шаг вправо, ни шаг влево не сделать. Вообще ничего. Вы посмотрите, игра достаточно жестко дает нам этот коридорчик, по которому мы можем двигаться. Без любых вариантов там. Свернуть направо или налево, да? 60-28. 60-28. Хотя, подождите. Хм. А знаете что? А знаете что? А если мы попробуем сейчас пообщаться с Булхаузером, может, у нас какой-то диалог будет? Все-таки он раз с министерством был завязан. О, дело срочно, смотрите. Мне нужно с тобой поговорить, Вальтер. Но сначала понюхай. Чуешь? Я готовлю мясо с крутящей корочкой. Какой запах, а? Что случилось? Выглядишь тревоженным? Смотрите, у нас есть вариант сказать ему, тебе нужно бежать. Прямо как сердце чувствовало. Слушайте, ну да, тут все-таки есть какие-то варианты, есть какие-то коридорчики. Не обязательно как бы поступать именно по этим звонкам, как говорит нам Миллер, да? Можно какие-то провести беседы. Ну, давайте скажем им об этом. Не до мяса сейчас, Вальтер, тебе нужно бежать. Бежать? Спорно больше заниматься. В смысле, ты об этом? Нет, бежать из страны, иначе тебя арестуют. Ну, за что вдруг, а? Я что-то нарушил правила пожарной безопасности. Это что, из-за мяса? Это я виноват, я тебе кое-что подбросил. Подбросил? Что-то незаконное? Тогда мне крышка. Но зачем ты это сделал? Кто-то из министерства хочет от тебя избавиться, булочь. А с меня требовали результатов. Фрэнк, ну зачем ты это сделал? За такое от меня никогда не отстанут. И что теперь, бежать из страны? Даже мясо не успел допечь. Мне жаль. Но это всего лишь, точнее, я всего лишь винтик в машине. Давай же, беги. Бегу, бегу. Ну, ты обо мне еще услышишь. Получается, смотрите, мы по-другому поступили. Мы сломали систему. Мы смогли ему спасти жизнь. То есть, как бы он убежал, но и, соответственно, его не посадили. Самый главный вопрос только у меня сейчас мучает другой. Что мне сейчас за это будет? Ну, вариантов немного, ладно. Давайте сначала еще с супругой пообщаюсь. А, что ты хотел, Фрэнк? Так, Сабина, я сообщил о Фредерике Файнбайн в полицию. Замечательно, Фрэнк. Это было единственное верное решение. Немножечко жаль девушку, да? Ну, она сама выбрала такую жизнь. А нам нужно защищать себя и детей. Спасибо, Фрэнк. Задание выполнили. Плюс 50 долларов получили. Неплохо. Кстати, по поводу цветков. Многие писали, типа, Серега, проверяй их. Но тут еще нет. И поливать, кстати, мы тоже их не можем. Хотя, да, я помню, в первой серии как раз-таки Мюллер нам об этом... Ладно, делаем звонок. Тем более, у нас больше заданий никаких нет. Набрать номер, позвонить Эрнсту Мюллеру. Алло, кто это? Это я. От Вальтера Булхаузера я избавился. О, наконец-таки. Молодец, Шварц. Как прошло все? Я напугал его, и он сбежал. Я бы предпочел арест. Но ладно, главное, что он больше не будет нам мешать. Великий вождь к тебе благосклонен. С этого момента, помимо обязанности управляющего, ты также можешь служить великому вождю министерства. То есть меня вернут на старую должность? Нет, конечно. Я представлю тебе кабинет министерства. И мне нужно будет в главный отдел? Угу. А с утра я проснусь снова молодым. Нет, ты будешь работать в отделе внутренней безопасности, секция ЛВ-4-126. Кабинет на первом этаже, рядом со складом. И окон в нем нет, так что никаких сквозняков. Но мой прошлый кабинет был на третьем этаже. С видом на старый город. Тогда я просто отдам этот кабинет кому-нибудь другому. Нет, 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 все окей, я согласен. Ну вот, выходи поскорее. Тебя ждет работа. А еще кое-кто хотел с тобой познакомиться. Познакомиться? Со мной? Ну кто? И зачем? Всему свое время. И еще, Швальц. Да, слушаю вас. Добро пожаловать назад. Кто знает, может тебе даже удастся подняться обратно. Постарайся на этот раз не облажаться. И не забудь свой новенький пропуск. Мы его оформили специально для тебя. А где мне его взять? Он уже у тебя. У министерства до всего руки доходят, даже до твоих комнатных растений. А теперь Сибирь. Такой намек, да? Так, ну что, мы его сейчас, наверное, получим, естественно, с этой... А, ну смотрите, у нас здесь рядышком окно, поэтому они, наверное, таким образом и закидывают в цветочный горшок, да? Значит, пропуск у нас есть. У нас... А, у нас открылось метро. На метро можно добраться до своего дома. Точнее, от своего дома до министерства и обратно. Чтобы ездить на метро, вам нужен билет, который вам выдал Эрнст Мюллер. Воспользуйтесь панелью поездок для вызова метро. Приехать в министерство на метро и встретиться с начальством. Понял. А сейчас на сколько времени? 20.15 и 2.500 долларов? У нас там есть какие-то счета сейчас? Ну-ка. Да, еще за электричество. И еще один. Я бы просто... Я реально хочу как-то доставить камеры. Вот мне это прямо аж свербит. Вот прямо надо как бы сделать максимальный контроль по всем помещениям. Запрет на любовь. Задача завершена. Ладно, сейчас 21.15. Надо дождаться его. Появился. Можно бежать и закупаться. Это во сколько мы получаем приходит? 22.30. Также надо еще купить нам немножечко разнообразных этих вещиц. Давайте до 5 штук мы доукомплектуем. Ну и, соответственно, с ним тоже пообщаемся. Что вы продаете? Камеры. Раз, два, три, четыре. Четыре возьмем. Итого у нас 5 штук с вами есть. Успеем, нет? Надо попробовать сейчас заскочить на соседнюю комнату. Точнее, квартиру. Напротив Буллхаузера. Буллхаузеры, кстати, у нас камеры же стоят. Хм. Ладно. Сейчас мы это сделаем. Сейчас мы это проверим. Дрыхнет. Там дрыхнет. А мы сможем? Тихонечко. Прямо очень тихонечко. Очень аккуратненько. Одна есть. Дед крепко спит, слушайте. Я не буду сейчас ничего тут изучать, шмонать. Чисто камеры поставил. Здесь единственное, что на картах нет возможности ходить. О, что за коробка здесь? Угу. Пакетик ценностей. Нет, я пока, наверное, брать их тоже не стану. Хотя, заберем. Давайте заберем, на всякий случай. Пускай будут лучше у нас. Все, ладно. Я думаю, тогда на этом моменте я с вами попрощаюсь. Тогда уже в следующей серии пойдем в министерство. Надо хотя бы посмотреть, как это вообще выглядит. Вот. И будем уже выполнять там задание. О, нифига себе, дистанцию насушить ее. И тут есть как раз-таки возможность переезда, да? Раз у нас как раз-таки тот самый вот значок был, отображающий выбор маршрута. Окей. Я думаю, дальше будет еще интереснее. Ну, действительно, сюжет закручивается прямо очень быстро, очень активно, очень динамично. Если ждете следующую серию, обязательно втыкайте ролику лайкос. Ну, а я с вами прощаюсь. Обнял поднял. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok